Их работа – приходить на помощь первыми к тем, кто заболел, плохо себя чувствует или пострадал в результате несчастного случая. Для обычного человека каждая история спасения пациента – это чудо, а для них – рабочие будни. Чтобы понять, о чем думают, переживают и мечтают сотрудники скорой помощи, наша съемочная группа провела один день с фельдшером Инной Тютеревой. Результатом встречи стал очередной сюжет. Номер 41, электрификация 29, третий подъезд. Очередное дежурство и очередной вызов. У женщины 1941 года рождения подскочило давление. Осенью такие жалобы не редкость. Приезжать к гипертоникам, сотрудникам скорой помощи приходится каждый день. Впереди рабочие сутки. Сейчас все мысли фельдшера только о пациенте. Скорую вызывали? Оперативность, выдержка и терпение. Именно такими качествами, по мнению Инны Тютеревой, должен обладать каждый фельдшер. А еще иметь широкий кругозор. Ведь в работе приходится сталкиваться с самыми разными случаями. Сейчас она досконально опрашивает пациентку о состоянии здоровья, чтобы принять только верное решение. В этой профессии нет права на ошибку. За давлением следим. Какие жалобы? Спасибо. К участковому терапевту. Ну, если что, нас зовите. Приедем. В скорой помощи Инна Тютерева уже 11 лет. Весь трудовой стаж накопила на Люберецкой подстанции. Вообще с городским округом связана вся ее жизнь. Здесь родилась и здесь получила образование в медколледже. Здесь же и работает. И первый выезд к больному тоже был здесь, в Люберцах. Зашли в квартиру. Женщина, по-моему, была. Ну, лежит. Для меня вот без сознания, не дышит, ни на что не реагирует. Я сразу думаю, ну, все, там не успели. Ну, доктор мне говорит, так, давай там, значит, кардиограмму, измеряем сахар. Все померили. Оказывается, там была кома, диабетика. И доктор мне сказал, какие лекарства вводить. Я ввожу в вену лекарства. И тут эта женщина вдруг открывает глаза. И в этот момент у меня засветился орел над головой. Я поняла, что я вообще спасла человека. С тех пор Инна поняла, что это ее призвание приходить на помощь к тем, кому плохо. Особая черта ее характера, которая передалась дочери Кристине. Она не просто пошла по стопам матери, а тоже устроилась фельдшером на Люберецкую подстанцию. Сейчас в отпуске по уходу за новорожденной малышкой. Кстати, в редкие минуты, когда Инне Тютеревой удается попить чай на работе. Любимая тема для разговора с коллегами – внучка. Он так ест и спит. Я ее всю тискаю. Теперь она мечтает увидеть правнуков и всей душой желает, чтобы в скорой медицинской помощи нуждалось как можно меньше людей. На вопрос, выбрали ли вы другую профессию, если можно было вернуть время вспять, Инна Тютерева отвечает так. Не знаю, мне кажется, нет. Как-то я себя даже не представляю уже. Хотя тяжело. Каждый день с утра уезжаешь, и можем приехать и на ужин, вернее, на обед можем приехать. И в 7-8 вечера не ешь, не пьешь, все время в машине. Но нет, нет. Я прям чувствую себя, что я на нужном месте. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.